Почвозащитное покрытие Почвозащитное покрытие Почвозащитное покрытие Почвозащитное покрытие На бункере установлен автономный дизельный двигатель или более экономичный гидропривод, приводящий в действие пневмосистему. Семена воздушным потоком подаются на 6 распределительных узлов, центральный и 5 периферийных, и далее в систему семя проводов на каждой из высеивающих сошняков. Перед ними идут режущие диски, а за ними прикатывающие колеса. Сошняков, дисков и колес на комплексе ТОМ-10-55, а на ПК ТОМ-12-65. Посевной комплекс при работе настолько мало повреждает почву, что след от него можно увидеть только специально приглядевшись. Система управления комплексом позволяет контролировать глубину заделки семян и удобрений на каждой секции рамы. Подвижные соединения секций позволяют им отклоняться на 15 градусов вверх и на 10 градусов вниз, что обеспечивает равномерный засев при довольно больших неровностях. Другими словами, машина при работе копирует рельеф почвы. Машина комплектуется системой слежения за состоянием каждого семя провода. Технология гарантирует сокращение затрат рабочей силы, топлива, количества сельхозтехники. Достаточно сказать, что при работе по КТОМ расходуется в 3-4 раза меньше горючего, чем при традиционной пахотной технологии, и в 1,5-2 раза меньше, чем при минимальной обработке почвы. КТОМ обеспечивает также более точный посев, равномерную схожесть семян, уменьшение ветровой и водной эрозии за счет сохранения стерней, более своевременный посев, увеличение интенсивности выращивания культур, улучшение почвенной структуры и накопление влаги, замедленный рост церняков. Производительность комплекса составляет до 150 гектаров в день. Результаты двухлетней работы машины убеждают в безусловной экономической эффективности ТОМИ. В Кемерове состоялись несколько выставок и семинаров по обмену опытом работы на этих комплексах, на которых специалисты в один голос заявляют о том, что ПК ТОМИ становится незаменимым. Поскольку во время сева не повреждается стерня, то не испаряется и влага. Воздух подается исключительно в зону высева культуры, сорнякам не достается ничего. Отсюда отличное состояние полей, практически полное отсутствие сорняков. Как результат, пшеница, посеянная ТОМИ, дает до 40 центнеров с гектара, при среднеобластных показателях в Кузбассе 18-20 центнеров. За весь период весенних полевых работ этим агрегатом посеяли 1800 гектар, в том числе 500 гектар рапса, более 500 гектар пшеницы, 400 гектар однолетних трав. Ну и мы видели с вами бобы, сою, сеяли этим агрегатом, проводили различные эксперименты и, в общем-то, остались очень довольны этим посевным комплексом. Но результат мы с вами видим сейчас на этом поле, на предыдущих полях. За счет чего повышается урожайность? При сохранении стерни почва приобретает свойство накапливать двойкись углерода. В свою очередь, увеличение количества углерода в почве существенно влияет на повышение активности почвенных микроорганизмов. И наоборот, вспашка разрыхляет почву и способствует высвобождению и утечке углерода в атмосферу, что является одной из причин глобального потепления. Таким образом, покатомь, кроме всего прочего, улучшает экологическую ситуацию. Как работает ПК-ТОНЬ? На передней части рамы установлен культивирующий рифленый турбодиск, который измельчает и перемешивает органические остатки и взрезает почву перед засевателем. Турбодиск работает при всех скоростях от 7 до 13 км в час. Вот сейчас скорость околомаксимальной. По следу, оставленному турбодиском, идут два смещенных диска засевателя. Они легко раздвигают почву, оставляя за собой ровную чистую борозду. В эту борозду из семя провода высыпаются семена на одинаковую глубину. Прикатывающие колеса, следующие за дисками, уплотняют почву над семенами на заданной глубине. Боковые секции рамы могут дополнительно нагружаться с помощью гидравлики через особый клапан, регулирующий давление этой дополнительной нагрузки до 40 атмосфер. Это делается для того, чтобы при работе на пожневных остатках и многолетних мульчирующих слоях, на плотных почвах давление на все сошники, как на основной, так и на боковых секциях рамы, было одинаковым. Это дуровая технология, вы знаете, пашки почвы не нужны. И самая главная техника способна проводить всех прямо по сердцу. Горючие экономим, время экономим, деньги экономим, труд рабочих экономим. 7-8 операций по-моему сразу все это делается. А самое главное – богатство во всем мире – земля. А тут как раз именно щитящие технологии, которые сберегают землю и сохраняют ее плодородие. Посевной комплекс «Стоим-10» только за первые два года своего существования завоевал золотые медали на главных выставках страны. На золотой осени и дважды на дне российского поля. И это только начало. Музыка. 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 Продолжение следует...